Дай почитать. Юрий Поляков умеет сочетать и философские наблюдения над современными реалиями и характерами людей, и авантюрную любовную интригу, и едкую сатиру, и ностальгические воспоминания, а главное, облекает все это в афористичную, незабываемую форму. Юрий Поляков прекрасный публицист. Например, популярная его серия очерков-памфлетов о роли литературы в жизни постсоветского российского общества, писательском конформизме и рычагах манипулирования литературными процессами, молчание кремлят, или острое и важное «Зачем вы мастера культуры» и «Желание быть русским». О последней книге, как и «Любви в эпоху перемен», «Веселая жизнь или секс СССР», «Сов в детстве» мы с вами, дорогие слушатели, говорили. По 12 его произведениям сняты фильмы, а еще он написал сценарий к фильму Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». Кстати, Юрий Поляков лауреат премии имени Салтыкова-Щедрина, учрежденной нашим кировским правительством, за роман «Гипсовый трубач или конец фильма». Несколько лет назад вышла его книга «По ту сторону вдохновения». Это своеобразная биография Полякова, основные вехи его жизненной и творческой судьбы. Писатель сообщает некоторые интересные подробности о своей писательской лаборатории. Описывая создание той или иной книги, автор показывает исторический и социальный контекст, что дает ему возможность высказывать собственные взгляды и оценки. Занимательная книга получилась, но ведь занимательность, как любит повторять Поляков, это вежливость писателя. Привлекает непосредственность и уместность, с которой автор приводит неожиданные случаи жизни литераторов и способы преодоления творческого застоя. Конечно, афоризмы Полякова впечатываются в память читателя навсегда. Ну, например, эротикой современного читателя поразить так же трудно, как танк резиновой пулей. Или искусственная фамилия делает героя подобным муляжом. Или государство рушится от сытых бунтов чаще, нежели чем от голодных. По ту сторону вдохновения путешествия по лабиринтам творчества, сопровождающиеся интересными воспоминаниями, писательскими историями и так называемыми мемуаресками. 16 плюс.